Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня у нас тема сложная, даже чересчур сложная, и потому я постараюсь покороче, чтобы специалисты, если таковые найдутся, сильно надо мной не смеялись. Сегодня мы поговорим о платформе Kaggle.com, на которой проводятся соревнования по машинному обучению. Итак, Kaggle, что это такое? Это платформа, созданная в 2010 году и на данный момент объединяющая, если верить разработчикам, более 600 тысяч ученых, специализирующихся на машинном обучении и интеллектуальном моделировании. Ученые ли они? Не факт. Конечно, поскольку через несколько секунд одним ученым здесь станет больше. Но компетенция ученого будет низкой. Да и не ученый, конечно, это никакой, это я. А я очень плохо разбираюсь в интеллектуальном моделировании. Никак не разбираюсь, если быть честным. Вот для того, чтобы такие, как я, не засоряли ленту потенциальных разработчиков, Kaggle устроен как соревнование. С рейтингом участников и оценкой потенциала разработчика не по грамотно составленному резюме, а по результатам выполненной работы. То есть работодатель может разместить на Kaggle свой проект, четко выставить задачу, снабдить проект базой данных и отправить его в свободное плавание, чтобы разработчики, и я сейчас после регистрации стану одним из них, смогли посоперничать между собой в искусстве интеллектуального моделирования и машинного обучения. Проекты на Kaggle бывают с денежным призом и бесплатные. Понятно, что бесплатные используются участниками в основном для тренировок и не всегда имеют успешные результаты. А вот задания с денежным призом вполне рентабельны и используются заказчиками по прямому назначению. Поэтому для потенциальных работодателей можно сказать, что Kaggle – это площадка, где они могут найти проверенного исполнителя на аутсерсе. А для разработчиков это не только возможность заработать, но и доступ к базам данных, массивам информации, без которых они не могут развивать свои навыки. Любой программист может взяться за любой проект, кроме закрытых, но, естественно, нужно адекватно оценивать свои силы и следить за дедлайнами. Поэтому, чтобы освоиться на Kaggle, нужно начинать с чего-то бесплатного и несложного. Вот, например, задача по Титанику. Сейчас я расскажу, в чем тут суть, но сначала о том, что здесь есть. Здесь есть база данных. Три базы данных в формате CSV. Есть список лучших из тех, кто решал эту задачу за все время с личным коэффициентом участника. Есть ядра решения, ну, то есть записки бывалых. Те, кто прошел этот путь и хотел бы поделиться своими наработками. Надо сказать, что кто-то делает весьма подробное руководство. Здесь же можно обсудить алгоритм, задать вопросы и с большой долей вероятности получить на них ответы. А суть задания проста. Титаник, как известно, утонул и увлек за собой на дно морское 1502 человек из 2224 присутствовавших на борту. То есть спасло 702 человека, и мы знаем, кто это. Соответственно, вам нужно, используя машинное обучение, рассчитать, кто из пассажиров и команды спасется, так как если бы Титаник еще только шел на столкновение с айсбергом. Учитывая ряд известных предпосылок, как то возраст, материальное положение, полцена за билет, расположение каюты, наличие или отсутствие родственников на борту, степень родства и так далее. Мне кажется, даже человеку далекому от машинного обучения, мне, например, представляется, что действительно, имея такой набор данных, можно составить весьма точный прогноз. Надо только эти данные очень правильно проанализировать. Вот такой ресурс, о котором, я уверен, прекрасно знают те, кто плотно сидит в теме. А тем, кто далеки от машинного обучения, им туда лучше и не соваться. Для кого же тогда скринкаст? Для энтузиастов. Для тех, кто хочет попробовать, но не знает, с чего начать, как подступиться и где взять базы данных. На Kaggle это есть и есть понятные задачи. Есть все, что нужно для старта, а дальше уже как повезет. Все, любите друг друга, растите маленьких умных человечков в домашних условиях. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok